День с толком День с толком Сегодня в России началась массовая вакцинация от коронавируса. В Алтайском крае уже более 3000 человек поставили прививку от новой инфекции. Примерно треть из них поставили финальный второй укол «Спутник Ви». Напомним, второй раз вакцину вводят на 21 день после первой прививки. Как в регионе проходит прививочная кампания, на которую у врачей большие надежды, расскажем в нашем сюжете. Укол под объективами. Ирина уже далеко не первый человек в регионе, который ставит прививку «Спутник Ви», но сейчас любой пациент, решившийся на новую вакцину, вызывает бурный интерес в СМИ. Семья, дети, отмазки все отрицательные, антител тоже нет. Решила, что нужно. Это должен решить каждый человек сам для себя. Но если у вас пожилые родители, маленькие дети, то я считаю, что это необходимо. В край уже более 3000 человек вакцинировались от коронавируса. Треть из них поставили вторую финишную прививку. Пока прививают только пациентов старше 18 лет. Детская вакцина в разработке. Но главное, недавно «Спутник Ви» разрешили вводить и людям старше 60 лет. Именно они сейчас в группе риска. Ни у одного человека не было зафиксировано поствакцинальных осложнений. Есть именно такие реакции, которые предусмотрены в инструкции. Краткосрочного повышения температуры, вероятная какая-то болезненность в месте прививочки. Не только для страны дешевле прививать человека, но и для человека. Меньшая проблема для потери здоровья – все-таки поставить вакцину, нежели перенести еще с неизвестно каким исходом. Записаться на прививку можно по телефону своей поликлиники, либо на сайте Госуслуг. Сегодня «Спутник Ви» ставят в 19 медучреждениях края. В Барнауле, Бийске, Рубцовске, в районах больницах Олейска, Пало, Скотольменке, Заринска и не только. В скором времени этот список будет расширен. И важно, на каждого пациента будет заведен паспорт вакцинированного. На сайте Госуслуг у каждого привитого на сегодняшний день заводится персональный паспорт. В личном кабинете отмечаются данные прививочки, автоматически заводятся официально. У каждого человека формируется электронный сертификат. Кстати, в других регионах уже обещают, что обладатель нового паспорта сможет получать скидки в магазинах, фитнес-клубах. При этом всем вакцинированным также нужно будет носить защитную маску, пока в обществе не сформируется коллективный иммунитет. В Минздраве региона рассчитывают провакцинировать 30% жителей края. А в масштабах страны за этот год планируется привить больше половины населения России. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. К слову, некоторые жители края пока еще с неким недоверием относятся к массовой вакцинации. Разработка вакцины шла всего лишь около года. Именно это и смущает людей. Но стоит отметить, что и серьезных последствий после прививки пока не зарегистрировано. – Хотели бы себе поставить прививку от коронавируса? – Ну, надо мне ставить, потому что у меня есть заболевание. – Вы бы поставили себе прививку от коронавируса? Сейчас нам всем рекомендуют. – Не скресил. – Ну, слышали, что многим уже поставили, предлагают прививку ставить. – А вы бы рекомендовали, допустим, своим родителям, родственникам ставить ее? – Ну, скорее всего, нет. – Но никто не планирует пока? – Нет, никто. – Знаете, пока затрудняюсь сказать. – Все незнакомо, все как бы новое. Поэтому, ну, наверное, как все, так и мы. Тем временем в Крае не уменьшается количество умирающих от коронавируса. За сутки в ковидных госпиталях региона скончалось 12 человек. Таким образом, инфекция унесла из жизни уже 1770 жителей Края. На данный момент 377 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 111 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Добавим, за сутки в регионе выявили еще 195 случаев заражения. И к другой теме. Четыре года условно за украденные деньги и потраченные нервы. Такой приговор сегодня вынесли экс-директору турфирм «Турлидер плюс» Дарьи Праведной, которая на протяжении нескольких лет продавала несуществующие путевки за границу. От мошеннических схем пострадали 30 человек. Они потребовали посадить женщину, но фемида оказалась не на их стороне. Почему, расскажет Валентина Аскерова. По терпевшим выдавались только компетенции к приходу на кассовом ордере, не являющимися документами финансовой отчетности. То есть подсудимая создавала видимость исполнения обязательств. Зачитывали приговор почти три часа. На многочисленных листках доказательства вины Дарьи Праведной, бывшего директора турфирмы «Турлидер плюс». Обвиняемая продавала путевки за границу, заманивала низкими ценами. Люди покупали, но до места отдыха так и не долетали. Праведная продавала воздух, деньги оставляла себе. Пострадавшие, а их 30 человек, на предпоследнем слушании требовали для женщины реальный срок. В общей сложности обвиняемой удалось выманить у клиентов больше 5 миллионов рублей. Государственный обвинитель требовал 4 года лишения свободы. Судья сегодня и назначил 4, только условно. Назначить праведное наказание в виде лишения свободы с применением положения ст. 73 с установлением испытательного срока, дав их таким образом возможность достойным поведением доказать исправление, возместить вред, причиненный преступлением. В качестве обстоятельств мягчающего наказания праведный суд признает, учитывая частичное признание вины раскаяния в садейном в ходе предварительного следствия, совершение преступления впервые, наличие малолетнего ребенка. А возмещение в период какого времени должно быть? Никто не будет возмещать, вы уж порадуетесь. А вот что она работает или нет в данный момент? Да ну что, вы смеете, что ли? Да не, вы работаете, нет? Получается, она струже безнаказанная. Пускай сидит. Она о ребенке не думала прежде. Была, брала, хорошо ей было. Пользовалась чужими деньгами на свои благи. Ездила за границу, сама и маму посылала. В тот период, когда обманывала? Да. Судья пояснила, что возмещать ущерб праведное будет в течение своего условного срока 4 лет. Нет. Пострадавших это не устроило, они требуют реального наказания и уже подумывают обжаловать приговор. Елена Кузовкина, Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. Провести экспертизу на наличие наркотических веществ в маке повторно предложила судья на очередном слушании по маковому делу. В Барнауле очередное заседание по делу предпринимателя Сергея Серенко и двух его продавцов. Их обвиняют в продаже кондитерского мака как наркотического вещества. После огласки в СМИ к делу подключился еще один предприниматель, житель Брянска, фигурант аналогичного дела. Вот только он добился оправдательного приговора. Что он думает о болтайском деле и как развивается процесс, расскажет моя коллега. О маковом наркобароне Сергея Серенко страна узнала в конце прошлого года. Мужчину обвиняют в сбытии и возе в Россию из Казахстана кондитерского мака. По мнению следователей, наркотика. Такой прецедент всколыхнул общественность. За мужчину встали горой едва ли не все жители края. Полный беспредел. Всю жизнь выращивали мак. Пекли рулеты, пирожки, булочки. А теперь это наркотики? Не там ищите, господа следователи, а жизнь людям загубили. После огласки истории на Сергея вышел другой Сергей, тоже фигурант подобного процесса. Сергей Шилов обвиняемый по громкому маковому делу 2000-х годов. И он тоже предприниматель. Его и еще 12 человек судили за ввоз и распространение нескольких сотен тонн пищевого мака. Самому Шилову грозило пожизненное заключение, но спустя 7 лет борьбы Банде-13 удалось доказать то, что пищевой мак не является наркотическим веществом. Суд присяжных отпустил подсудимых на свободу. Меня простые люди оправдали. Был бы обычный суд, но я бы улетел, как даже никто не сомневается. Суда присяжных Сергею не видать, не имеет на него права, ведь ему грозит не пожизненно, а лишь до 20 лет лишения свободы. Поэтому мужчина отбивается от обвинения как может. Говорит экспертиза сотрудника госнаркоконтроля, который выявил следы наркотиков изъятом маке незаконно и приводит пример. О Банде-13, о Брянске, у них по поводу пищевого мака проводилась экспертиза Минюста. Там эксперты, их было три таких экспертизы. Две экспертизы сказали, что по технологии наркозависимых невозможно произвести наркотик. А одна экспертиза сказала, возможно, но наркотического эффекта не будет. Сегодня на очередном слушании Сергей Серенко принес прошение об исключении подобной экспертизы из материалов своего дела. Но до ходатайства дело не дошло. Судья неожиданно для всех предложила провести повторную экспертизу. Но кто и где ее проведет, не пояснила. Сергей боится, что это будут те же сотрудники той же организации, где в первый раз подтвердили его причастность к наркозбыту. Я прошу дать время для подготовки этих вопросов в письменной форме. Будем представлять эти вопросы в судебное заседание. На следующем заседании Сергей будет ходатайствовать о независимой государственной экспертизе. В этом Сергей поддерживает Ишилов и рекомендует сделать самый главный акцент. А еще Шилов добавляет, если общественность не скипит сильнее, не подключатся депутаты, через пару месяцев Серенко и его продавцов отправят за решетку. Его укатают, как сивку, годов так на 8, и девочек его так на 6 и на 4. Добавим, за Шилова вступились 47 депутатов. За нашего бизнесмена пока ни одного. Только простые люди, которые, к сожалению, не имеют права к голосу. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. К другим темам. Почти полмиллиона рублей получат в этом году барнаульские общественники-экологи на восстановление парка Юбилейного. Правда, чтобы полностью возродить территорию, выделенных средств не хватит. Активисты намерены очистить часть территории от аварийных деревьев, а также восстановить беговые дорожки. Фонд президентских грантов выделил на эти цели около 400 тысяч рублей. Еще почти 100 тысяч поступит из краевого бюджета. Получатель гранта – один из ветеранов экологического движения на Алтае – общественная организация «Планета». Она известна в частности акциями по очистке берегов в Барнаулке от мусора. Теперь, начиная с февраля, займутся юбилейным. В первую очередь закажут специалистов обследования растущих в парке деревьев, чтобы выяснить, какие из них больны, повреждены и могут упасть. Правда, сколько именно деревьев пойдет под нож, участники проекта сказать пока затрудняются. Мы заложили 120 тысяч рублей на то, чтобы эти деревья свалить, переработать и вывезти. Вот на сколько денег хватит, на столько и хватит. Ни одно здоровое дерево, ни одно дерево не пострадает. Кроме того, получатели гранта обещают привести в порядок основные беговые дорожки, а также провести конкурс на лучшие проекты по благоустройству парка. Плюс проведут лекции для горожан и школьников о важности возрождения юбилейного. Отметим, за последний год власти и горожане уделяют парку все больше внимания. В начале зимы здесь проложили народную лыжню. Осенью юбилейный стал одним из победителей интернет-голосования по отбору общественных территорий на благоустройство в 2021 году по программе формирования современной городской среды. Правда, сколько денег выделит город на эти цели, пока неизвестно. Между тем, специалисты отмечают, что для такого большого по площади почти 60 гектаров парка ни 500 тысяч, ни даже нескольких миллионов явно не хватит. Для сравнения, гораздо скромный по площади парк Изумрудный за год потребовал вложений почти 50 миллионов рублей. А ведь его восстановление еще лишь начинается. А вот городскому бюджету понадобится около 16 миллионов рублей на переезд планетария в здание бывшего кинотеатра «Родина». Об этом сообщает Политсибруб со ссылкой на пресс-службу администрации Барнаула. Причем произойти это должно уже этой весной или в начале лета. Точнее, городские власти, сказать, затрудняются, поскольку впереди необходимые конкурсные процедуры. Сейчас в «Родине» временно располагается театр кукол «Сказка», но уже в марте он переедет в новое здание на улице Пушкина. «Родина» же станет новым звездным домом. В одном из кинозалов разместят 9-метровый купол и современную аппаратуру для показа познавательных программ. Примерно в то же время здание планетария бывшей крестовоздвиженской церкви должны отдать под контроль алтайской митрополии. Напомним, решение вернуть церковь верующим было принято еще 7 лет назад, и все это время передача многократно откладывалась. Возможно, поэтому в пресс-службе митрополии нам сообщили, что пока не готовы делиться планами о том, когда и в каком виде начнутся реставрационные работы в помещениях храма. В начале года в Барнауле открыли 4 новых образовательных учреждения, школу и 3 детских сада. Некоторые из них на днях проинспектировали чиновники краевого правительства, мэрии и городской думы. Терброд с колбаской, макароны запеченные с яйцом, какао с молоком, рыба, пюре, картофель. Оценили все от школьного меню до цифровых лабораторий, оснащенных новейшим оборудованием. Зам. председателя правительства края, глава города и спикер Барнаульской гурдумы посетили детский сад и школу, которые ввели в эксплуатацию в этом году. Комиссия отметила качество проведенных работ, условия, созданные для педагогов и юных барнаульцев. Мы планируем с вами в этом году ввести 5 детских садов. На что нацелена программа? Это уйти от очередности как раз детей до 3 лет. Она револьверная. Кто-то уходит, кто-то приходит, кто-то становится старше. 6 тысяч. Я думаю, что до окончания программы город с этим справится. Школы и сады построены на средства муниципального, краевого и федерального бюджетов. Причем последний внес наибольший вклад благодаря реализации нацпроектов «Демография и образование». За последние два года на территории края построили 11 детских садов, продолжается строительство 14. Конечно, возникают проблемы порой с сроками ввода объектов, потому что не просто даются они сегодня. С соблюдением всех требований, конечно, приходится очень часто сталкиваться с тем, что своевременно не успевают заканчивать эту работу. Но это одно из тех направлений, которые правительство по поручению губернатора держит на особом контроле. Кроме того, как добавили чиновники, при строительстве образовательных учреждений сегодня учитывают больше факторов. Например, в 137-й школе у детей будут не только два спортзала, но и бассейн. Учитывается состояние подъездных путей, наличие парковок. Учреждения означаются современной техникой. Лежим, с улицы поступает свежий воздух, он накрывается и проветриваются. Андрей Дреер, день с толком. В Залесово ждут, когда в райцентре построят новый детский сад. Сроки сдачи объектов отстают на три месяца. Каковы причины и справятся ли строители с поставленной задачей, выясняла наша съемочная группа. В селе Залесово есть два детских сада, но они переполнены. Чтобы разместить всех дошкалят, пришлось открыть дополнительные группы в школах и центре творчества. Районные чиновники говорят, другого выхода сейчас нет. Вся надежда на новый детский сад. Он рассчитан на 140 мест. Этого достаточно, чтобы решить проблему. Современные, просторные. По проекту там будут отдельные спальные комнаты, музыкальные и спортивные залы. Дети мечтают о новом детском садике даже на уроках. Главное у меня будет из красного кирпича. Я так додумался, потому что красный кирпич никто не сломает. Прежнее здание детсада как раз сломали. Старое, требующее ремонта, его пытались реанимировать и даже расширить площади. Но объект превратился в долгострой. Когда в 2019-м Залесово удалось войти в нацпроект «Демография», появилась возможность построить новый детский сад. Из краевого и федерального бюджетов выделили 150 миллионов рублей. Работы начались, но планы по ходу пришлось корректировать. Например, сейчас строители ведут внутреннюю отделку, хотя должны были ее уже завершать. Причиной отставания стала пандемия. Из-за нее временно прекратилась поставка материалов. Еще одним камнем преткновения стала теплотрасса. Ее проект не был согласован с районными властями. Было перепроектирование теплотрассы. То есть мы пытались ее сделать летом, но чертежи выдали только в октябре. Получилось, что мы запустили тепло в садик в середине декабря. Сейчас стены за полмесяца отогрелись. Сейчас можно продолжать делать отделочные работы. Депутат Государственной Думы Александр Прокопьев проверяет на территории своего округа степень готовности объектов, которые должны быть сданы в 2021-м. Заработает ли к началу нового учебного года в Залесово детский сад? Этот вопрос один из ключевых. Шутки шутками, но сдать объект в срок – это не только завершить строительство здания. Самая главная проблема – это благоустройство. То есть я понимаю, что внутренние работы, они завершатся в срок, а вот благоустройство – все зависит от погодных условий. Поэтому мы надеемся на то, что погодные условия нас не подведут, а со стороны нас и единого строя заказчика будет соответствующий контроль, и мы все-таки все обязательства выполним в необходимые установленные сроки. По графику детский сад как объект строительства должны сдать в апреле этого года. А до сентября необходимо оформить все документы, приобрести мебель, оборудование, а также укомплектовать дошкольное учреждение педагогическими кадрами. Обращаются к нам с заявлениями желающие работать в детском саду, в новом. И даже, я так думаю, что у нас будет желающих больше, чем вакансий. Поэтому этот вопрос будем решать. Мы хотим привлечь тех воспитателей, которые у нас сейчас заняты в этих группах, в первой и во второй школе, в первую очередь мы их привлекем. Ну и будем набирать. При этом планы далеко идущие. Появление нового детсада станет началом нового этапа развития системы образования в Залесово. Строительство этого детского сада открывает одну важную возможность. Это возможность освободить здание старой школы, которая стоит без ремонта уже более 60 лет. И на этом месте, соответственно, начать возведение, возможно, новой школы, проектирование возведения новой школы. И, конечно, в селе, где более 535 детей дошкольного возраста, создание новой школы, это, конечно, наверное, самая актуальная задача, которая может быть. Получит ли Залесово финансирование на строительство новой школы, это во многом будет зависеть от того, как район справится со строительством детского сада. Власти не разрешили крещенские купания на анонсированных ранее купелях Водного мира и у ярмарки ВДНХ. Официально в этом году барнаулицы смогут окунуться в прорубь только на озере Пионерском и в Свято-Никольском источнике на проезде Канатный. Чиновники приняли решение отказаться от традиционных массовых омовений в Абино-Речном вокзале из-за сложной эпид-обстановки, поскольку соблюдать все санитарные нормы и требования невозможно. При этом все остальные мероприятия, крестный ход и чин освещения воды состоятся. Как показал опрос, барнаульцев запрет купания в традиционной крещенской проруби особо не огорчил. Мы вообще не крещеные. Пойдете в этом году на крещение? Да, обязательно, крест со мной. Что-что? На крещение. Господи. Да. Ну и пандемия вас не пугает? Нет, не пугает. В 8.30 утра состоится традиционная литургия. Ее проведет митрополит Барнаульский Алтайский Сергий. Запланированы два крестных хода. Один пройдет от Знаменского женского монастыря до речного вокзала, а второй от храма Тихвинской иконы Божьей Матери до озера Пионерского. А вот традиционных крещенских морозов в этом году не предвидится. Череда циклонов накрыла Алтайский край. По информации синоптиков, в ночь на 19 января в Барнауле ожидается небольшой снег, днем без осадков. Столбики термометров будут колебаться от 13 до 18 градусов ниже нуля. Однако уже с 20 января праздничные морозы все-таки возьмут свое. Ночные температуры будут достигать минус 30, днем 19-22 ниже нуля. На дорогах гололедится. В целом эта неделя будет отмечена резкими температурными колебаниями, что, несомненно, ощутят на себе метеозависимые люди. Однако синоптики говорят, все в пределах нормы и аномальной погоды не называют.